Одной из основных причин детского травматизма и смертности в летнее время становится падение из окон. Такие случаи регистрируются чаще всего в городах, когда при проветривании помещений окна в многоэтажках раскрыты настежь. Именно в такие моменты любопытство детей, их возрастные особенности, подкрепленные отсутствием родительского присмотра, играют роковую роль. Дети выпадают из окон. Наступила пора года, когда уже стало совсем тепло, иногда даже и жарко. Люди в городах открывают окна. Дети любят сидеть на подоконниках, рисовать на стеклах, но для них это таит большую опасность. Ежегодно весной и летом мы фиксируем случаи выпадения детей из окон. В 2023 году зафиксировано 6 случаев выпадения детей из окон. При этом в 5 случаях дети предварительно опирались на москитную сетку. К счастью, все малыши живы, однако при этом получили тяжелые телесные повреждения. Самому маленькому пострадавшему не исполнилось и 2 лет, а самому старшему 7 лет. На текущий момент случаев выпадений из окон в Брестской области не зафиксировано. Зачастую причиной падения малышей становятся москитные сетки. Конструкции создают иллюзию опоры, но на самом деле не могут выдержать даже вес годовалого ребенка. Опершись на нее, ребенок выпадает. Как итог, это множественные переломы, травмы внутренних органов, разрывы печени, почек, селезенки. К сожалению, это и черепно-мозговая травма. Почему? К сожалению. Потому что самая сложная к восстановлению система – это нервная система. Если головной мозг серьезно повреждается, то последствия во многих случаях остаются на всю жизнь. Падение – это очень тяжелая травма, как правило, сочетанная, жизнеугрожающая. Это и переломы могут быть, это могут быть повреждения, разрывы внутренних органов, тяжелая черепно-мозговая травма, которая достаточно часто приводит к инвалидности. И падение, в общем-то, порой заканчивается гибелью ребенка сразу. К счастью, у нас за последние два года смертельных случаев в нашей Брестской области не зарегистрировано. А падение из окон в прошлом году – это было шесть случаев. В этом году пока не зарегистрировано. Но будем надеяться, что это так и будет. Поэтому еще раз хотелось бы призвать взрослых, родителей, не быть беспечными, обеспечить травмобезопасную среду для ребенка, находящегося в квартире. Особенно, если это какой-то высокий этаж, и даже если невысокий. То есть падение из первого этажа – это менее тяжелая, конечно, травма. Но тоже были случаи, когда ребенок падал с первого этажа. Травмы там, как правило, не очень тяжелые, но все равно это риски высокие. Каких-то проблем, которые могут быть со здоровьем, у здорового до этого ребенка, в общем-то, могут такие случаи возникать. К сожалению, из чужих трагедий не все родители делают выводы. И печальная статистика падения малышей повторяется из года в год. Чаще, разумеется, летом. Оставленное без присмотра в режиме проветривания окно или москитная сетка – не гарант безопасности ребенка. Поэтому ответственность за жизнь малыша несут взрослые.